Земельный участок, на котором размещался киоск, остановочный комплекс на улице Парковая, Верхнесалдинский хлебокомбинат арендовал по договору с Комитетом по управлению имуществом. Договор аренды в этом году хлебокомбинат не продлил, что дало повод выставить этот участок на торги. Они и были проведены в форме конкурса, в котором приняли участие два претендента – Верхнесалдинский хлебокомбинат и Сбербанк России. Предложения о цене подавались в закрытых конвертах, и непосредственно в момент рассмотрения эти конверты вскрывались комиссией в присутствии заявителей, заинтересованных лиц. И по результатам конкурса Сберегательный банк Российской Федерации, наш Верхнесалдинский филиал, предложил наибольшую цену годовой арендной платы. Значит, 260 тысяч рублей. Николаю Андреевичу Цобакаеву была предложена цена 254 тысяч. Итак, в казну города от банка поступит на 6 тысяч рублей больше, чем от хлебокомбината. Однако городские власти не учли тот факт, что хлебный киоск был очень удобен работникам ВСМПО, да и другим горожанам, которые заходили в торговую точку не только ожидая автобус, но и по дороге с работы, на работу и в обеденный перерыв. Здесь всегда продавалась свежая выпечка и продукты. Как будто хлеб отобрали. Огорчились люди, когда увидели, что их любимый магазинчик разламывают. Банкоматов по городу хватает, а вот людям даже к чаю с собой взять негде. Как-то он нужен киоск. Иногда можно и конфеты детям купить в садик там найдешь. Ну как бы нужен, нужен. Люди вот с работы где-то на обед, хлебушка купить или что-то, это плохо, что сносит его. Крайне негативно. Народ же пользуется, и заводы управления наверняка в обед сюда заходят. Ну как бы, конечно, негативно. Банкоматы у нас есть вот здесь, да, вполне достаточно. В чрезвычайной ситуации остались и продавцы. Мы остались без работы, у нас два продавца, Надежда и я. И сейчас будем сидеть дома, и сейчас будем искать работу. В шоковом состоянии. Вот мы хотели предложение сделать, чтобы нас перевели на ту сторону, к остановке, такая же остановка. И там люди, проходимость хорошая, все пока не предлагали нам. Но мы хотели услышать от директора завода, если он согласился бы нам помочь. Новый арендатор земельного участка Сбербанк в ближайшие дни приступит к монтажу павильона, где разместятся банкоматы и терминалы для оплаты. Все вроде бы по закону, но горький осадок остался.